Ну не люблю я невежд. Что поделать, когда человек абсолютно невежественный, даже если он сделал какие-то тематические выписки из Священного Писания и предъявил их мне, в ответ на текст, который он абсолютно не понял, вообще не въехал, о чем я писал, говорит «Вы абсолютно не правы» и дает мне несколько цитат, которые я сам только что процитировал. А он просто даже не заметил. Он даже не заметил, что те же самые выписки из Священного Писания представлены ему и даже откомментированы. Ну естественно, что я с такими людьми продолжать разговор не желаю, потому что это разговор с глухим и слепым. Ему главное, ну это такое поветрие всеобщее, да, главное самовыразиться, выразить свое и сказать «Вы не правы», в чем не правы, о чем не правы. Конечно, объясняться невозможно, потому что косноязычие, потому что неспособность к письменной речи, выражению своих мыслей. Вы не правы, как это, вы все врете, да, в чем врете, в чем вы не правы, не могут вырвать. Речь идет о ростовщичестве. Я фрагмент опубликовал своего комментария, который дал параллельно с переводом книги, которая готовится, которую я намереваюсь издать в этом году, перевод Иоганна Изенменгера. Его книга называется «Двухтомник большой» в 1700 году вышедший, называется «Разоблаченный иудаизм», но поскольку я не могу целиком этот двухтомник перевести, да еще вот в изначальном издании, и пользуясь более поздними сокращенными изданиями, я издаю два тома, но по-другому собранные. Может быть, это гораздо удобнее. Была издана книжка «Равинизм», и в этой книжке в основном собраны абсурды и всякие такие сказочные сюжеты, которые дают представление о том, каково было мировоззрение. Нет вовсе ни древних евреев, не подумайте, а вот тех, кто совсем еще недавно посещал иудейские школы, изучал Талмуд и так далее. То есть это уровень, скажем так, XIX века, это было там, как в мировоззрении отложилось, так же, как и у русских людей в голове откладывается священное писание христианское, изучал или не изучал, обиняками так или иначе, через культуру, через семью, все это откладывается. Точно так же и у потомков иудеев откладывается в голове то, что было в их школах разного уровня, когда им втискивали вот эти абсурды. А вторую книжку, которую я сейчас готовлю, посвящена антихристианским писаниям раввинов и тому антихристианскому содержанию, которое находится в Талмуде. И раздел, посвященный ростовщичеству, я прокомментировал. Дело в том, что Эзин Менгер, ну так уже немножко подробнее об этом скажу, Эзин Менгер приводит, у него, по сути дела, от коллекции цитат, которые сами за себя говорят и особой аналитической информации там нет. Она, может быть, для целей автора не была нужна и достаточно было вот этих коллекций. Но для меня нужна аналитика, я как бы вот пытаюсь сделать как-то некоторый шаг или чуть глубже копнуть. Тем не менее, я перевожу вот все эти цитаты из раввинистических учений, из талмудических трактатов. И часть цитат, вот Эзин Менгер делает так, он не просто подбирает то, что ему было бы выгодно, он показывает, что есть противоположные суждения. Есть такое двуличие в иудаизме. С одной стороны, есть абсолютно строгие запреты на ростовщичество. Строжайшие и обличающие потенциального ростовщика или действующего ростовщика самым жестоким образом. Причем в соответствующих трудах раввинов написано, что не только в отношении иудеев, иудей к иудею не может заниматься ростовщичеством, но и по отношению к гою, то есть к не-иудею, по отношению к христианину, что уже совершенно запредельно, то есть это враждебные люди, которых как только не поносят во всех этих раввинистических, талмудических сочинениях. Нельзя заниматься ростовщичеством ни под каким видом. Есть другая группа цитат, которая говорит, у человека есть выбор, ему удается выбирать, заниматься или не заниматься ростовщичеством. Это его дело, он может сам на себя наложить определенные ограничения для того, чтобы получить от Господа благодать. Ибо он себя ущемляет, значит, что-то должен получить. Ну вот такая логика. И другие, которые говорят, что ты не просто не должен заниматься ростовщичеством, ты обязан им заниматься в отношении гоев, обязан заниматься. Если ты не занимаешься, то вот тогда ты как раз и противоречишь Божьему устроению человеческого мира. Ты должен заниматься. И если в первой части, где запрещено заниматься ростовщичеством, есть целый ряд цитат из Священного Писания, то во втором случае говорится, так в этих цитатах, хотя на самом деле не во всех, а в некоторых только, говорится только о ближних. С ближним не занимайся ростовщичеством, а с чужими можно. И даже занимайся. Одна из цитат из старозакония говорит, что с чужаками ростовщичеством заниматься не просто можно, а даже и нужно. И вот это выдергивается как бы из контекста и начинает препарироваться раввинами для того, чтобы обосновать право и благопристойность той деятельности, которая другими считается аморальной. И прошел определенный процесс, о котором Эйзен Менгер не знал в его времена, 1700 год. Естественно, писал он книгу чуть раньше, это значит 17 век. В 17 веке не было еще пока такого масштабного строительства иудейских капиталов. И, собственно, иудеи, которые потом становились банкирами, они на самом деле от иудаизма уже отходят, и нынешний век – это век безбожия даже иудейского. И если только и соблюдают какие-то правила только для того, чтобы как-то выглядеть особым образом, спонсируют вот этих полоумных, которых называют ортодоксами. Но уже эпоха сменилась, а корни ее вот там лежат, потому что первыми, кто дорвались до финансовых инструментов и разбогатели невероятно на финансовых спекуляциях, на денежных суррогатах, на расставщичестве, прежде всего, выходцы из иудейских кругов, которые тогда уже были не бедные, но запустили свое богатство как раз, ну, раньше там, скажем, занимались контрабандой. Это опасно, но очень прибыльно. А потом там какие-то другие операции, там, торгово-посреднические, там, поставки рекрутов, например, и так далее. То есть находили очень выгодные мероприятия. Но, собственно, финансовые инструменты были запущены, ну, скажем так, 19 век – это вот расцвет, а 20 век – это полнейшее доминирование, потому что уже пробиться в эту среду, где расставщики заняли ведущие посты и уже подстроили под себя всю денежно-финансовую систему ведущих государств, невозможно. Все, клуб закрыт. И сколько бы вы ни дергались, в этот клуб вы не попадаете. Ну, к ленкам еще попасть можете, и кормить там вас будут хорошо. Но за своих и за равных себе никто там считать, конечно, не может. Так что же все-таки, какова позиция иудаизма, позиция раввинов, знатоков, талмуды, талмудистов перед лицом вот этого противоречия? А никакого противоречия они не видят. И то, богодухновенное слово, и это. И вы правы, и вы правы. Но как же так, так же не бывает. И вы тоже правы. Это известный анекдот, который очень четко показывает, что такое иудаизм. То есть есть две истины, противоположные, в определенных условиях. Одна истина используется, в других другая. Когда иудеев упрекали, может быть, сейчас продолжают упрекать, в том, что они бесстыдно грабят людей с помощью ростовщических инструментов, они говорят, да нет, это не хорошие иудеи. Это неправильные, а правильные. Вот, вот, пожалуйста. Вот у нас десятки авторов, которые писали ни под каким видом. Никогда. И вот в Писании тоже сказано. А инструмент этот возникает каким образом? Сегодня я говорю тебе, брат, брат, мы с тобой заодно, мы обнимаемся, у нас общий бизнес, у нас общие цели. А завтра, да не брат ты мне. А раз не брат ты мне, значит, можно все, что угодно. Не только ростовщичество, там и много чего еще, о чем не буду рассказывать, потому что, когда книжка выйдет, захотите узнать подробности, приобретете эту книжку. А вот конкретно ростовщичество, вот тогда не брат ты мне, и тогда возникает секта. И современное европейское государство мирится с тем, что в нем внутри существует основанная на религиозных традициях секта. Не религиозная секта, а финансовая секта, которая говорит, не брат ты мне, ни чиновник, ни закон, ничего, люди ничего не воздействуют, вы нам не братья, а мы сплоченная, закрытая секта, которая не обязана вам рассказывать, что она существует, не обязана раскрывать свои методы, не обязана искренне и честно вести деловые отношения. Она выстраивается ради одного. А грабить гоя. Вот для чего это все делается. И сказать, что это основано на Священном Писании и на тех же строках, которые являются священными и входят в христианскую Библию, да это просто глупость, потому что у христиан такого нет и быть не может. Не может быть вот этого двулечия. Даже если считать, что смысловой контекст или смысл Священного Писания, Ветхого Завета, скажем, пяти книг Моисея, тождественен у христиан и иудеев, но смысловое наполнение противоположное. Можно трактовать так, можно эдак. В христианстве трактовка одна. И трактовка бывает сложная, поэтому нужно обращаться к толкованиям толкованием святых отцов, если вам что-то не ясно. Не надо самому толковать там, где сложно, там, где есть кажущиеся противоречия. А вот иудеев совершенно иной подход. И, к сожалению, невежды, ничего не понимающие, не знающие, они вроде как открыли, даже если там этот человек Духовную Академию окончил, он открыл, прочитал, буквально понял и потом начинает рассказывать о том, что он там прочел. Прочел, да не понял ничего. Выписки сделал, до мозгов они не дошли. Строжайше запрещено у иудеев в одной части их учения расставщичество. Человек просто об этом не знает, но меня пытается упрекнуть, что-то я, оказывается, совершенно неправ. Вот так он мне и написал. Ну так я вам рассказываю, упреждая, что кто-то будет заниматься подобными же делами, что есть знания, которые можно приобрести. Сложно. Сложно. Я как раз работаю для того, чтобы было проще. Ну, не всякий возьмется и переведет или хотя бы прочтет тексты, которые вот сконцентрированы в книге Эзенменгера. Я этим занимаюсь и я это представлю. Поэтому, когда я что-то высказываю, да, со мной можно поспорить, мне можно задать вопрос, мне можно возразить уважительно, пытаясь выйти на тот же уровень знаний или, если я чего-то не знаю, подтянуть меня на этот уровень знаний и высказать аргументы. Но если вы привыкли в сети общаться так, как общаются некоторые просто проставляя клеймо и им доставляет удовольствие ходить в сети и куда бы ни заглянул, везде проставить там свое клеймо или как скунц пометить территорию. С такими я общаться не хочу и не желаю, мне неинтересно. Мне интересно с людьми знающими либо с людьми любопытствующими, которые иногда могут навести тебя на такую мысль, которая к тебе раньше не приходила. И вот таких я зову к диалогу, мне это интересно и прошу тех, кто не способен к этому диалогу либо, грубо говоря, заткнуться, либо быть готовым всегда к тому, что вы будете с моих страниц выведены иногда даже просто без предупреждений, без обсуждений. Просто вас забанили, вы здесь больше никогда не появитесь. Вам не страшно, я понимаю, там миллионы дураков есть, с которыми вы можете дальше продолжать общаться, но вот сюда вы уже никогда не попадете. Приглашаю к диалогу. Мне интересно, конечно, было бы знать 100 экземпляров разошлось книги «Ровинизм». Мне, конечно, дошла ли эта книга до умного читателя, что этот читатель думает, и когда я выпущу следующий том из Энменгера, мне тоже будет любопытно с вами пообщаться на пользу понимания ситуации, в которой живем, для знаний, для выращивания интеллектуального слоя, сведущего и в этих вопросах. И тогда наша страна получит шанс к процветанию, если в ней будет все больше умных, знающих людей, которые стремятся к освобождению страны от оккупантов и освобождению ее от безумного, бесстыдного ростовщичества, которое теперь в руках вовсе не у иудеев, а у различных людей, которые превратились в определенную секту и они над нами сейчас измываются. И когда мы поймем инструменты, которыми они пользуются и сблизимся между собой в этом понимании, их власть рухнет. И тогда мы сможем сказать слава Руси Господи спаси вместе. ВООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООУИ